Привет, друзья! Меня зовут Юлия Гиргель, и сегодня я вам расскажу о стартовом наборе пастелиста, именно о бюджетном наборе. Меня часто спрашивают начинающие художники и мои ученики, Юля, как бюджетно можно попробовать пастель, понять вообще твой, не твой материал, потому что на рынке сейчас представлен огромный спектр как наборов, так и пастели поштучно, и есть достаточно дорогостоящие наборы и мелки, и поэтому это достаточно такой насущный, острый вопрос, что же делать, если вы не пробовали никогда пастель, вы хотите попробовать и не тратить на это 10, 20, 30 тысяч рублей. И вот, наконец, я подготовил обзор, еще раз повторюсь, бюджетного набора пастели. Итак, что же входит в мой стартовый набор и какая итоговая сумма, которая у меня получилась? Сразу оговорюсь, я взяла примерно средние цены из крупного интернет-магазина российского. Эти цены могут варьироваться в зависимости от регионов, в зависимости от магазинов, поэтому плюс-минус, но моя итоговая цена вышла в 3 тысячи рублей. Что же у меня входит? У меня входит набор российской пастели 60 цветов, иностранной пастели 36 цветов, то есть уже достаточно большой спектр мелков, получается 98 мелочков, два карандаша, один крафт-альбом и 10 листов бумаги А4. Это вполне хороший стартовый набор, имея который вы сможете рисовать достаточно хорошие работы и не испытывать дефицита в каких-то цветах. Естественно, каких-то оттенков и цветов вам, может быть, будет не хватать, но уже вот с таким бюджетным набором вполне можно делать отличные, красивые, яркие и достаточно профессиональные работы. В дальнейшем, если вы поймёте, что это ваш материал, он вам нравится, то далее я сниму ролик и сделаю обзор своей пастели, которой я пользуюсь, сниму также обзор иностранной пастели от минимальной стоимости и вверх по возрастающей. Но на данном этапе нас интересует бюджетный вариант. Конечно, кому-то может показаться, что сумма в 3000 рублей – это достаточно большая сумма, но любое хобби требует вложений. Неважно, чем вы занимаетесь – спортом или творчеством, всегда первоначально мы вкладываемся. Если провести сравнение с той же акварельной живописью, то самый такой бюджетный набор в 24 цвета российского производства, Невская палитра, стоит практически 2000 рублей. Также вам нужно будет купить кисти, кисти для акварели, даже бюджетные, достаточно дорогостоящие, их также нужно много, чтобы добиваться различных эффектов. И самое ценное и дорогое в акварели – это хлопковая бумага. Она стоит безумно дорого. Поэтому вот такой вход, чтобы попробовать этот материал, достаточно бюджетен. И, конечно, можно обойтись, например, каким-то одним набором. Но я вам расскажу, почему я скомпилировала несколько наборов, объясню, для чего нужно покупать именно два. И, собственно говоря, вы поймёте, что вот с этим материалом, на который я сделаю сегодня обзор, действительно можно работать и действительно получать хорошие работы. Итак, начнём. Первая марка, о которой я хочу с вами поговорить, это наш российский производитель Подольска. Подольск – это замечательная фирма, очень её люблю, производит хорошие качественные материалы, как красок, так и пастели. По моему мнению, это одна из самых лучших пастелей российского производства. Именно её я советую своим новичкам. Смотрите, есть два набора. Вот так они выглядят в упаковке. 30 цветов и 60 цветов. Вот они выглядят в раскрытом варианте. 30 цветов – это вообще бюджетный вариант. Но я всё-таки советую покупать 60 цветов. На конец марта 2020 года цена такого набора плюс-минус 1000 рублей. Почему именно 60 цветов? Здесь намного больше спектр оттенков. И в целом для работы они вам все пригодятся. Здесь всё-таки минимальный спектр. За 60 мелков такая цена вполне допустима. Давайте посмотрим выкраску. Я заранее сделала выкраски, чтобы не тратить время, ваше время, больше вам рассказать какой-то полезной, интересной информации. Посмотрите, вот Подольск. Выкраска 60 цветов. Что мы видим? Все оттенки припылённые. В чём особенность этой пастели? В зависимости от цвета её мягкость варьируется. Есть достаточно мягкие мелки, которые хорошо ложатся на бумагу. Есть достаточно твёрдые мелки, которые проскальзывают и как бы немножко корябают бумагу. И сверху на такой мелок положить другой слой пастели уже достаточно проблематично. Поэтому при покупке Подольска пастели я советую сделать подобную выкраску. И те мелки, я сейчас их покажу, которые корябают бумагу, сразу убрать из палитры. У меня таких мелков вышло 8 штук. В целом есть очень сложные красивые оттенки, припылённые. Посмотрите, вот красные градации, зелёные есть вот эти вот сложные оттенки. Охры очень красивые, различные земли очень красивые. Припылённые сложные оттенки синего. Они очень-очень хороши. И при использовании набора, базового набора другой фирмы, и при совмещении двух этих фирм у вас получится прекрасный набор со сложными, разными оттенками и большой-большой выбор. Что ещё хочу сразу отметить, что вся сухая пастель разных производителей прекрасно между собой смешивается. Поэтому нам нужно подобрать только правильные, хорошие наборы. Итак, Подольск нам подходит именно как припылённая гамма. Далее второй мой стартовый набор – это корейский производитель Moonye Gallery. Обратите внимание на упаковку. Если вы будете покупать эту пастель, то необходимо покупать именно вот эту упаковку. Зелёненькую, где написано Artist Soft Pastels. У них 4 или 5 разновидностей и серии пастелей. Есть профессиональная линейка, вот именно вот эта зелёненькая. Есть ученическая, позже я покажу. То есть, пожалуйста, берём только вот эту пастель. Посмотрите её выкраску. Если сравнить с Подольской и Gallery Soft Moonye, обратите внимание, то есть абсолютно другая яркость, другая насыщенность. Стоимость этого набора, опять-таки повторюсь, на конец марта 2020 года – 1300-1400 рублей. Итого за два набора 36 цветов и 60 цветов мы отдадим с вами 2300 рублей. И будем иметь достаточно широкую градацию и простор для творчества. Что ещё хочется сказать об этих марках? Они и Подольская, и Moonye Gallery достаточно сыпучие. Если вы будете с ними работать, есть такой нюанс. Получаются достаточно большие сугробы. Я сейчас вам буду показывать на практике, и вы убедитесь. И если вы будете их сдувать, то очень скоро всё ваше рабочее пространство покроется пылью. Поэтому какой здесь выход? Либо вы рисуете постоянно вот таким вот образом, стряхиваете на стол, либо вы, возможно, у вас уже есть, или вы приобретаете настольный небольшой планшет деревянный, и под углом, то есть рисуете под углом, ваша пастель, она как бы ссыпается вниз на мольберт, и вы не дышите этой пылью, вы её не сдуваете. Вот такой вот нюанс. То есть она, в принципе, хорошая, ей можно рисовать, но всё-таки нужно позаботиться о своём здоровье и о своём рабочем пространстве. Чтобы сильно не пылить, пожалуйста, воспользуйтесь моими рекомендациями. Так, давайте посмотрим на практике. Как я уже сказала, у Подольска пастели, например, очень красивые синие оттенки. Если мы сравним их с той же Moon New Gallery, посмотрите, да, какая у вас будет градация, какой широкий спектр. То есть этой палитрой уже можно нарисовать и море, и небо. Но если оставить только один набор, то вот этот набор, он такой базовый, здесь яркие цвета. Всё-таки в пастели нам нужны припылённые оттенки. А так как пастель — это сухой пигмент, то, как в красках, мы не можем смешивать, например, в тёмно-синий добавить белый. У нас в любом случае получится белёсый, такой неяркий, разбеленный оттенок. Если мы в чёрный, например, добавим светло-голубой, у нас тоже получится грязный оттенок. Именно поэтому пастелистам нужна большая градация по оттенкам. Давайте я вам на практике вообще покажу. Вот, пожалуйста, подольская пастель. Вот. Видите, о чём я говорила? Оставляются гробы. Но она хорошо тушуется, прекрасно. Вот эти вот синие оттенки, они все мягкие. Посмотрите. Вот. И давайте сразу на примере я вам покажу то, о чём говорила. Вот, например, мы берём гэллори, такой ярко-синий цвет. Тоже, видите, он ещё сильнее пылится. Они все прекрасно тушуются, растушёвываются. Пигмент хорошо входит в бумагу. И так, ярко-синий, да? И, например, возьмём белый цвет. То есть нам нужно получить светло-голубой. То есть для чего нам нужен этот набор с вами подольский. И вот, если мы вот таким вот образом смешаем, то, посмотрите, голубой получается достаточно такой однообразный и белёсый. Может быть, на камеру это не очень хорошо видно, но на практике, если вы попробуете, то цвета такие тускловатые получаются, неинтересные, невыразительные. Если мы этот синий смешаем вот с таким вот светло-голубым оттенком, что же мы получим? Обратите внимание, цвет получился ярче. И здесь уже можно, например, сделать переход более мягкий, то есть светло-голубой и белый. Я протираю свой палец. И посмотрите, вот такая градация по тону получается. Переход. То есть, чтобы сделать красивый переход цвета в пастели от тёмного к светлому, всегда существует правило. Нужно иметь какой-то промежуточный оттенок. То есть, например, тёмно-синий какой-то, тёмный по тону, средний синий, средний по тону и светлый. Тогда ваш переход от тёмного к светлому будет очень красивый. Он будет не белёсый, он будет сложный замес, и работы получатся очень такие яркие, насыщенные и хорошие. Именно тот пастельный эффект, который нам всем как раз с вами и нравится. Далее. Давайте попробуем на примере красного, например, цвета. Вот, пожалуйста, какой-то такой малиновый цвет. То есть, если бы у нас с вами был один набор вот этих ярких оттенков, что бы мы с вами получили. Для чего, опять-таки, повторюсь, нужна нам подольская пастель. Протираю салфеткой обычно руки и смотрю, какой у меня оттенок получится. То есть, мне, например, нужен розовый цвет. Я рисую там какие-то цветы. Видите, какой получается разбел. То есть, цвет такой выбеленный, тусклый. И, например, вот такой вот цвет, малиновый. И я взяла из подольской оттеночек. Смотрим, что сейчас у нас происходит. Видите, цвет получился более насыщенный, более яркий. Давайте попробуем с более холодным по тону. Для таких каких-то сложных, интересных переходов можно добавлять вот эти все оттенки. Они очень приближены, посмотрите. То есть, буквально в один шаг идет градация. Но как раз вот эта вот игра, какая-то красивая, и создается благодаря вот таким вот сложным оттенкам. То есть, в Муньо Гэллори у нас будет как базовые, спектральные цвета. Что такое спектральные? Это яркие, чистые цвета. То есть, без примесей, без разбелов каких-то. Вот, если посмотреть на цветовой круг, то то, что вот он чистый цвет, дальше уже этот цвет показан в разбеле и в запылении. Вот эта база. Яркие, чистые цвета. В Подольской мы видим уже такие припыленные цвета, более сложные оттенки. Обратите внимание, какие зеленые красивые. И таких зеленых мы уже не найдем. Вот здесь, да? Посмотрите, какие красивые земли. Очень необычные цвета. Эти цвета можно использовать и в животных, и в натюрмортах. Но не хватает темных оттенков. И как раз вот эти темные оттенки мы находим в Муньо Гэллори. То есть, имея два таких набора, компилируя их и совмещая, у нас получаются прекрасные работы. Опять-таки, желтый. Вот он ярко-желтый. Здесь в этом наборе нет каких-то таких вот светлых оттенков. Вот нам надо получить совсем такой светло-желтый. То есть, не имея Подольской, мы получим вот такой вот цвет. Он неплохой. Но если мы возьмем, скажем, опять-таки вот такое вот сочетание, оно будет более выигрышное, более яркое, понимаете? Обратите внимание. Более сочное, да? И в акцентах мы уже всегда можем где-то белый добавить цвет. И такая работа получится более живописная. Далее обещала рассказать про неудачные цвета в Подольской, ее особенности. Какие же цвета неудачные? Неудачный цвет желтый. Вот он, желтый цвет. Вот такой у них в наборе. Что вот, если я его наношу, он прям проскальзывает. Вот вы прям чувствуете, наношу, и он проскальзывает. Я даже этот мелок сломала. Думаю, может, боковой поверхностью мелка порисовать. Все равно боковой вот оставляет вот такие вот как засаленности некрасивые. Даже если посмотреть, повертеть вот так вот из бумаги, то будет блестеть сама пастель. То есть какой-то состав, может быть, группы помол. Вот такие вот цвета я сразу советую из набора убирать, потому что вот сверху на такой цвет уже ничего, ну, очень сложно нанести. Получаются какие-то засаленности, неровности. То есть мелочек проскальзывает. Неудачные у них цвета. Ну, собственно говоря, чем темнее, тем цвета тверже, и они начинают проскальзывать. Вот эти два фиолетовых то же самое. Рисуя ими бумага, сразу становится засаленная. Вот вы посмотрите, обратите внимание. Палец грязный. Видите, я прям рисую, и я надеюсь, на камеру видно, вот что происходит. Видите, вот такие вот вкрапления. То есть она прям вот как засаленная по ощущениям. И мелочек проскальзывает. Очень-очень некрасивый эффект. Такой же эффект есть вот два ярких цвета, зеленых таких, травяных. То же самое. Вот так вот мелок проскальзывает. Обратите внимание. Если для сравнения взять вот этот вот разбеленный такой припыленный цвет мелка, то, пожалуйста, он мягкий, он прекрасно входит в бумагу, он прекрасно растушевывается, разносится. Вот эти вот цвета совсем-совсем не очень. Итак, да, у меня в палитре 60 цветов. Один желтый, два фиолетовых, два зеленых оказались неудачные. Зато насколько приятны в работе земли и охры. Очень сложные оттенки, очень красивые. То есть настолько мягко, хорошо, бархатисто ложатся. Выдерживают много слоев. Что значит много слоев? То есть вы можете один слой, два слоя наложить. Давайте какой-нибудь третий слой наложить. Прекрасно растушевываются, не остаются вот таких вот засаленностей. То есть видите, я нанесла, я еще могу слой нанести, еще растушевать, еще могу слой нанести. Прекрасно. Вообще замечательные оттенки. Вот эти вот очень красивые оттенки, особенно вот такой вот. Да, вот такой цвет очень красивый. Вот такой какой-то цвет очень красивый. Они прекрасно идут в пейзажах, в городских каких-то зарисовках. То есть посмотрите. Даже в портрете можно их использовать. В чем еще нехватка у Подольска? Нету серых оттенков. О них чуть позже поговорю. И возвращаясь к синим. Вот вроде есть темные, такие насыщенные синие, но они очень твердые. И они практически не разносятся, не растушевываются. Если вы их долго будете наносить на бумагу воздюкой, то, во-первых, бумага начинает повреждаться, потому что все равно мы оказываем такое механическое воздействие постоянно трем. Видите, не разносится. А во-вторых, ну вот она просто не растушевывается, этот цвет. В отличие от Мунья Гэллари, тот же синий, ну вот у них синий, да, самый такой. Вот он прекрасно, посмотрите, как разносится, растушевывается. Но этот цвет хорош тем, его можно использовать как карандаш, рисовать боковой поверхностью мелка и делать, посмотрите, какие тонкие линии. То есть поверх где-то какой-то работы, добавлять графику вот этими мелками. Вообще всеми мелками подольская пастель достаточно твердая, даже не имея карандашей. И вот, пожалуйста, белый мелок на темном фоне. Вот, посмотрите. То есть каких-то эффектов, пожалуйста, можно интересных добиваться. Где-то потушевать, то есть использовать вот эту вот палитру как карандаши. За счет того, что подольские мелки достаточно твердые, они как бы прокорябывают слой пастели и делают очень красивые линии, похожие на карандаш. Поэтому на начальном этапе я не советую тратиться на карандаши. А если нужна какая-то графика или штриховка, вы просто берете подольскую пастель и делаете штриховку таким вот образом, уголком мелка. Если он у вас затупился, просто ломаете мелочек и работаете вот мелочком. То есть опять-таки делаете линии. Как делать красивые линии, я рассказываю в своем блоге. Мы оттачиваем различные приемы работы с мелками. Боковой поверхностью также хорошо. работать. Кстати, я взяла мелок, который корябает. Сейчас, секундочку. То есть подольская прекрасно можно делать все приемы, работать боковой поверхностью мелка, варьировать нажатие. То есть все, что я показываю, и мы изучаем в моих онлайн-уроках, эти наборы вполне приемлемы. Видите, вот даже цвет, он может сверху перекрывать, сверху можно наложить. Посмотрите, как хорошо накладывается цвет. То есть достаточно густо накладывается. Вот. Вот такие две бюджетные марки. Есть еще достаточно бюджетная марка пастели. Сейчас я вам ее покажу. Производитель Кахинор. Тойсен Диор. Вот ее выкраска. У меня 24 цвета набор. У софт гэллери 36 цветов. Но что хочу сказать, то есть если вы не находите корейскую гэллери, или живете не в России, где-то за рубежом, то хороший вариант и аналог Тойсен Диор. Тоже прекрасная пастель. Здесь также яркие, спектральные, базовые цвета. Если палитра побольше, 36 цветов, то есть там есть еще интереснее оттенки. И даже вот в палитре 24 есть светло-голубой, который так ценится и нужен в пастели. Обратите внимание, другие, да, по тону и по теплоте, синие оттенки. Но в целом вот она такая же яркая и очень похожа. Давайте продемонстрирую вам пастелька Хинор. Давайте покажу вам ее. Она меньше Тойсен Диор, меньше оставляет сугробов. Вот сравнение, да. Видите, цвета очень похожа. Вот гэллери, вот Тойсен Диор. То есть тоже хорошо пигментированная, яркая, но меньше пылит. Хорошо разносится, прекрасно тушуется. Ну, в целом они идентичны. Тойсен Диор, она подороже. Не сильно, но подороже. Давайте вообще вам скажу. Например, гэллери 36 цветов на конец марта 20-го стоит 1300-1400 рублей, Тойсен Диор 36 цветов 1700-1800 рублей. Вот. По ощущениям, они чем-то схожи, то есть достаточно сухой мелок, хороший помол, однородный, что у этой фирмы, что у этой фирмы, поэтому можно спокойно брать или ту, или тот, или другой набор. Также часто меня спрашивают, какой же набор лучше выбрать. Я просто говорю, берите то, что вот есть в магазинах. Эти наборы на российских рынках, эти фирмы на российских рынках доступны, есть практически во всех магазинах и московских, и региональных, то есть такой набор не составит сложности собрать. Видите, если нанести по тону какие-то одинаковые цвета, то вот даже с помощью каких-то насыщенных оттенков можно получить интересные какие-то замесы. Посмотрите, да? Вот. Уже вот такая вот гамма получается. Видите, обе марки, вот, гэллери и кахинор, пожалуйста, прекрасно между собой тушуются. Но, опять-таки, повторюсь, им не хватает вот таких каких-то разбеленных и сложных припыленных оттенков. Тогда на помощь к нам приходит наша пастель российского производства. Кстати, у них тоже мягкие, хорошие вот такие вот сложный оттенок. Давайте сразу. Почти похожи, почти одинаковые. Тоже хорошо тушуются. красивый оттенок. Но, если надо сделать какой-то замес, пожалуйста, вот, приходит на помощь Подольск. Хорошо, прекрасно тушуется. перекрывается. Даже такой какой-то светлый добавила. И если нам нужно сверху дать какие-то линии, и у нас нет карандашей, то прекрасно, вот, пожалуйста, видите, я делаю вот эти тонкие линии. Если мы возьмем Диором, тоже можно такие линии сделать, но она уже помягче, чем Подольская, и линии будут более такие толстенькие. А если мы это будем делать Галлари, черный цвет возьму, то она достаточно сыпучая, и тоже линии тонкие не получаются, видите. Поэтому вот этот набор еще как и карандаши можно использовать, очень универсальный. Далее я еще вам хотела рассказать, так как в пастели нужны сложные замесы, и мы не можем для достижения темного цвета использовать черный, потому что у нас получается грязь. Что же нам в этом случае делать? Нам нужны оттенки серых. Серые такие рабочие оттенки, и вообще пастелисты, кто работает в пастели, они прям докупают наборы серых, и их смешивают с разными по тону, по цвету, мелками, и получают новые красивые сложные замесы. Но даже вот в нашем наборе Галлари и Подольской есть уже три серых цвета, и посмотрите какие интересные оттенки можно получать с помощью серых. То есть уже сложные вот такие вот замесы. Поэтому серые цвета нужны, они помогают нам делать какие-то и получать сложные, сложные, красивые, новые цвета. Поэтому если вы начинаете только работать с пастелью, вы можете прям брать серые оттеночки и играться, пробовать, смешивать. Посмотрите, вот какой-то такой тепло-красный. Берем серый. Получаем новый цвет, который нету такого цвета в нашей палитре. Иногда такие цвета очень нужны. Что-то увести на дальний план, где-то сделать мягкий переход, поэтому пользуйтесь фиолетовый, например. Вот такой, посмотрите, сложный. А если бы у нас не было серого, а был только черный, то у нас уже получился бы не такой припыленный сложный оттенок, а получалось бы вот такое черное пятно грязное. Смотрите, конечно же, камера не передает всю бархатистость и богатство оттенков, но при работе с пастелью и вот таких экспериментах вы увидите всю красоту оттенков, даже желтый цвет смотрите, вот такой вот с помощью серого можно пригасить и получить красивый красивый замес по тону, по цвету и опять-таки зеленый он не уходит у нас в какой-то какой-то зеленоватый цвет или например мы возьмем желтый и вот такой припыленный красивый зеленый их смешаем у нас получится новый цвет такой травянистый спокойно очень красивый вот главное правило если мы хотим смешивать оттенки нам нужен какой-то переходный тон да еще раз так вкратце повторюсь то есть чтобы был яркий какой-то получился цвет нам нужно вот темный средний и светлый по тону мелочек тогда переход будет плавный красивый мы не можем с вами сразу взять темный и практически белый при смешивании у нас получается белесость то же самое если мы хотим от среднего тона или светлого перейти в какой-то темный оттенок нам обязательно нужен промежуточный цвет только тогда цвет будет яркий насыщенный невыбеленный и такой красивый итак друзья резюмируя какие материалы нам нужны для стартового набора нам нужен вот такой припыленный набор подольск не берите набор 120 цветов там по-моему 200 цветов потому что все оттенки нужные нам они есть в этом наборе далее если вы возьмете набор 120 цветов там будет 10 цветов лимонного 10 цветов красного то есть уже здесь мы видим какая близкая градация в этом наборе просто ни к чему вам половина цветов у вас просто будет лежать нам нужны базовые спектральные цвета это галлорисофт или той сандиор у той сандиор и у галлорисофт есть еще 48 цветов они чуть-чуть подороже если у вас есть возможность можете смело брать 48 цветов сейчас объясню почему потому что в палитре 48 цветов вот у них тут ряд нарисован у них 1 2 3 7 или 8 оттенков серого эти серые как я вам уже показала на практике они очень-очень вам пригодятся также галлори в эту марку можно купить докупить мелки отдельно они стоят порядка 40-50 рублей продаются в некоторых интернет-магазинах поштучно и какие-то серые цвета вы можете добрать поштучно есть наборы серых оттенков 12 цветов и у корейской фирмы Мунья и у Кахинора набор 12 цветов тоже если вы почувствуете что вам хочется разнообразия в цвете и вам понравилось добавлять серые оттенки в разные стектральные цвета то пожалуйста можете в дополнение докупить наборы 12 цветов и у Галлори и у Тайсен Диор стоят порядка 500-600 рублей за 12 штук далее друзья очень такой важный момент если вы остановитесь на Мунья корейской фирмы я еще раз повторюсь берите только нам нужна с вами именно вот такая зеленая коробка и именно Атист Софт Пастельс есть еще экстра мягкая пастель вы увидите она достаточно дорогая она более 10 тысяч рублей стоит коробка но есть это считается профессиональная марка для художников сейчас я вам покажу есть другой вариант есть Сэми Хат Пастельс она тоже в сечении квадратная но у нее более вытянутые мелки если сравнить с Атист вот ее не берите она более твердая видите мелки отличаются она более твердая и более сыпучая посмотрите если посмотреть вот я взяла розовый и например она прям вот она более твердая и более сыпучая то есть ей будет вам проблематично рисовать несмотря на то что она чуть-чуть дешевле и цвета одинаковые то есть пигмент один и тот же одна и та же фирма завод поэтому эта пастель нам тоже не нужна с вами и есть ученическая серия она дешевле процентов на 20 на 30 вот видите написано тоже софт пастельс софт пастельс фо артист а здесь артист софт пастельс как раз вот это профессиональное это ученическое ни в коем случае не берите синюю коробку также похожее по мелки похожее по форме она идет без вот такой вот упаковочки но по ощущениям эта пастель действительно как детская она как мел то есть она хоть такая вот яркая но очень очень твердая и процарапывает бумагу и вот по ощущениям как будто я даже на бумаге рисую по асфальту вот эту марку вот эту коробку ни в коем случае не берите потому что цена хоть немножко дешевле но нам она совершенно не подходит лучше переплатить 100-200 рублей но взять все-таки профессиональную марку именно вот эту вот коробку итак далее что у нас с вами получилось у нас получилось с вами ну опять-таки возвращаясь назад покупайте что есть в магазинах да либо той сан диор либо гэллори в зависимости от вашего бюджета потому что Кахинор будет процентов на 20-30 дороже и та и та хорошая марка ну если все-таки есть возможность берите Кахинор лишь потому что у нее она не так сильно делает сугробы но в целом они по мне так идентичны и та и та хороша поэтому тут уже каждый выбирает для себя что-то конкретное мы имеем набор спектральных цветов и мы обязательно покупаем набор припыленных разберенных оттенков 60 цветов достаточно большая палитра далее карандаши у нас с вами есть что же нам с вами нужно обязательно докупить я советую обязательно купить угольный карандаш Derwent именно темный Дак он очень пигментированный он недорогой достаточно хороший и в своей работе в своих мастер-классах я не только я другие художники очень активно используют угольный карандаш о душе рекомендую он вам пригодится и далее я вам рекомендую на выбор купить карандаш Derwent Derwent карандаши продаются поштучно темно-фиолетовый один карандаш пастельный один карандаш угольный в идеале их иметь два под видео я напишу номера обязательно сделаю фотографию всех наборов которые я осветила посмотрите сейчас у меня в руках угольный карандаш угольный карандаши они красненькие ободочек у них красный пастельные карандаши и сами черного цвета пастельные карандаши темно-бордовый и ободочек у них серебристый так вот угольный карандаш темно-фиолетовый смотрите он почти черный но у него такой темно-глубокий фиолетовый оттенок я его практически использую в каждой работе и поэтому вам тоже рекомендую а пастельный карандаш посмотрите какой темно-фиолетовый насыщенный для каких-то контрастов для усиления яркости в объектах вот эти карандаши просто незаменимы и посмотрите на самом деле фиолетовых да у нас практически сколько вот два и вот один фиолетовый и если мы с вами добавим вот таких вот два сложных по тону по цвету фиолетовых то просто обогатим нашу палитру далее уже карандаши на ваше усмотрение первоначально можно не покупать но вот эти вот карандаши три черный угольный черный фиолетовый пастель темно-фиолетовый пастельный и темно-фиолетовый угольный пожалуйста приобретите посмотрите они очень даже тоже достаточно твердые сыпучи но они прекрасно перекрывают слои если вам где-то нужно положить еще более темный по тону цвету с помощью карандаша даже без темных мелков можно сделать очень красивые сложные переходы три карандаша а теперь что касается бумаги с карандашами наш набор вышел где-то в 2 500 и остальная сумма у нас с вами пойдет на бумагу я советую покупать бумагу либо фабриана либо бумагу консон они вот я сейчас вам показывал образцы на фабриан на концом похожи похожие цвета бумаги обой обе эти бумаги профессиональных о них я подробно рассказывала своем обзоре о пастельной бумаге если вам интересно посмотрите в чем эти в чем различия в чем схожесть вам нужно брать только серые цвета для особенно новичков рисование на серой бумаге облегчает и собирает по тону всю работу поэтому пожалуйста приобретите себе разные по тону серые листы бумаги более светлые более темные можете взять лист черной бумаги и вот именно она недорогая лист стоит 30-40 рублей на российских рынках то есть 10 листов можно спокойно взять они вам пригодятся и вы уже разрисуетесь попробуйте если вам дальше понравится то советую покупать опять-таки бумагу все серых разных оттенков более большого формата получается бюджетно вы ее можете разрезать на разные форматы и при желании рисовать также на больших форматах далее очень хорошая бюджетная бумага для раскрепощения руки для каких-то поисковых набросков вообще для понимания что же такой пастель потому что чтобы почувствовать мелок научиться рисовать нам нужно определенное время нам нужно изучить технику и именно для этих целей прекрасно подходят вот такие крафтовые наборы извините крафтовые альбомы у меня в руках фирма палатце российского производства у них есть безумное количество разных альбомов с крафтовой бумагой разных форматов разных крепежей есть просто вот такие вот альбомы есть с калькой все весь крафт хорош он считайте вот этот вот альбомчик стоит меньше 100 рублей здесь 50 листов то есть для того чтобы оттренировать технику вообще попробовать что такое пастель вы можете за 100 рублей прекрасно себя чувствовать не сковывать себя в каких-то поисковых то есть это прекрасный бюджетный вариант пожалуйста чем хороша крафт бумага опять-таки я рассказываю в своих обзорах о бумаге посмотрите пожалуйста но вот для начинающих крафт рекомендую вот есть крафт также российского производства видите он есть разный потом берите какие увидите все эти альбомчики они недорогие до 100 рублей есть даже вот такой вот крафт бумага для эскизов палатца у нее уже большая громовка она посмотрите какая тверденькая тоже прекрасно подходит для рисования отлично и такой средний теплый тон для пастели посмотрите хорошо растушевывается то есть плотная хорошая бумага стоит также меньше 100 рублей и вот еще один вот такой же формат а3 тоже палатца российского производства если вы живете за рубежом также ищите крафт разные фирмы выпускают эта бумага недорогая продается и в рулонах и разных форматах поэтому обязательно приобретите и можете протестировать все свои мелки попробовать какие-то упражнения и соответственно уже сэкономить на бумаге пастельной а на пастельной бумаге делать уже какие-то серьезные хорошие работы и есть еще в пастели бумага с абразивным покрытием она достаточно дорогая один лист 50 на 65 сантиметров стоит порядка 500 600 рублей вот но чтобы попробовать абразив понять вообще что это такое есть непрофессиональный аналог это наждачка но наждачка продается в строительных магазинах продается большими листами вот такими небольшими поштучно есть наборы я советую покупать наждачную бумагу зернистостью от 600 до 800 еще есть 500 хорошая далее 1000 1200 уже такая прям конкретная наждачная бумага и на ней очень тяжело рисовать в чем особенность абразивного покрытия все мелки на абразиве давайте посмотрим на примере подольской все мелки на абразиве выглядят намного ярче если мы возьмем я вот сейчас прям вот здесь до зеленый какой-то цвет и посмотрите очень хорошо ложатся цвета на абразив вообще на черной бумаге все цвета пастельных мелков выглядят намного намного ярче это уже другой опыт другой уровень и если интересно что вот такой вот бюджетный вариант можно попробовать если сейчас я возьму мелки давайте гэллори мы с вами сравним то посмотрите какие яркие она и так то ярко она абразиве можно делать какие-то яркие декоративные сочные работы безумно красивые единственный такой нюанс этой бумаги в том что во первых нужно аккуратно тушевать потому что вы можете стереть абразив пальцы особенно об наждачку потому что эта бумага не профессиональная а во вторых она очень быстро забивается и например если в обычной пастельной бумаге мы можем накладывать пять там шесть слоев то на абразиве 2-3 слоя максимум потом просто бумага себя уже ничего не вбирает пастель как бы с нее скатывается но тем не менее вот такой следующий уровень как дополнение можно приобрести в строительных магазинах вот такую вот бумагу что нам еще с вами понадобится это клячка клячка продается вот вот в таких вот контейнерах самая лучшая клячка это faber castle она стоит порядка 50 там 70 рублей именно покупайте faber castle на самое мягкое самое приятное в работе клячка необходимо нам для того чтобы стереть какие-то погрешности и пастельный слой убирается прекрасно именно клячкой к тому же она не травмирует бумагу то есть если мы будем стирать резинкой это уже механическое воздействие мы стерли бумагу повредили сверху нанесли мелок то есть уже может пойти какие-то некрасивые пятна катышки и так далее а клячка очень мягко деликатно убирает все лишнее и она вот необходима если вы делаете первоначальный какой-то рисунок что-то рисуете например там не знаю что угодно то есть нарисовали и поняли что что-то пошло не так взяли клячку абсолютно спокойно стерли на первоначальном этапе и у вас пожалуйста работаете дальше бумага не повредилась или вы например нанесли какой-то первый слой легкий и вам нужно стереть то же самое с помощью клячки вы стираете и что вам еще может пригодиться это строительный скотч который продается в строительных магазинах он нужен для того чтобы фиксировать лист чтобы при рисовании вошли с ней лозил никуда не убегал вы просто отрываете кусочек и фиксируете ну что друзья на этом мой обзор закончен внизу я поделюсь магазинами где где я покупаю пастель где это пастель есть наличие если у вас вдруг остались вопросы пожалуйста пишите задавайтесь если вдруг у вас остались вопросы пожалуйста пишите задавайте будем разбираться и вносить какие-то уточнения но в любом случае желаю вам попробовать этот удивительный и прекрасный материал потому что именно вот этот бюджетный набор стартовый дает хорошее понимание что такое пастель вы в целом не стеснены в оттенках и сможете делать хорошие полноценные работы далее если вам этот материал понравится конечно же вы будете докупать мелкие разных производителей и о них я расскажу вам в следующих видео до новых встреч